Так, теперь переходим к гражданско-правовым спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами. Здесь следует заметить, что, на мой взгляд, наблюдается определенный рост такого рода споров, то есть, когда налогоплательщики и налоговые органы пытаются решить свои проблемы с использованием гражданско-правовых норм, а не налоговых. Хотя, возможно, что это впечатление ошибочное. Начать хотелось бы со спора о защите репутации. Именно данная проблема была поднята в деле транспортной компании «Енисей». Так, налоговый орган рассылал контрагентам налогоплательщика требования с запросом сведений, в которых содержалась негативная характеристика налогоплательщика. Так он назывался участником схемы уклонения от налогоблажения. Указывалось, что он осуществляет действия по минимизации налогового бремени, выводит денежные средства из легального оборота и также применяет агрессивные схемы минимизации налогового бремени. Однако, требования налогоплательщика были отклонены, поскольку было замечено, что в данном случае рассылка соответствующих требований с запросом сведений и те формулировки, которые делал налоговый орган, все это он делал в рамках своих полномочий. При этом здесь нельзя говорить, что происходило распространение заведомо ложных сведений, которые необходимо опровергать, в смысле, которым придается такое распространение в статье 152 Гражданского кодекса. Ну и в этой связи налогоплательщику было отказано в требованиях. Вообще, я давно не встречал споров о защите репутации, которые были бы вынесены в пользу налогоплательщиков. Ну, то есть, давным-давно какие-то такие единичные акты встречались, но после реформы Верховного суда, когда к нему в юрисдикцию, что называется, перешли споры, которые приходят от арбитражной системы, я не встречал положительных решений, связанных с тем, что налогоплательщику удалось защитить свою деловую репутацию. В общем-то, дело транспортной компании Енисей подтверждает эту тенденцию.